Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу вам кратко совсем в рубрике «Век живи, век учись» моей рассказать о том, как побороть стресс, как побороться со стрессом в долгосрочной перспективе, но упражнениями, которые надо делать сразу, как только он возникает. Ну, это касается в первую очередь людей, у кого нервный образ жизни, работа, ну и так далее. Понятно, я сам такой человек, бывает горячусь, раздражаюсь, злюсь на что-то, обостренное чувство справедливости. Так вот, что делать и к чему приводит стресс? Сейчас я поясню. Итак, во-первых, вот, допустим, вы поднервничали, что надо сделать? Сразу замедляйте дыхание. Да-да, дыхание ведь увеличивается, кислорода не хватает. Почему не хватает кислорода? А потому что сузились сосуды, и объем крови за единицу времени уже течет к мозгу, к сердцу, к миокарду сердечной мышцы, а это главные потребители кислорода, ну и ко всем клеткам организма меньше по объему за единицу времени, потому что сузились сосуды. Так вот, что надо сделать? А надо их расширить. И для этого, да, как ни удивительно, нужно уменьшить, замедлить дыхание. Если вы замедлите дыхание, то количество углекислого газа в крови увеличится. Если оно увеличивается примерно до 6-6,5% от общего содержания газов в крови, то тогда сосуды расслабляются, происходит как бы вот этот седативный эффект, как от седативных препаратов, расслабление гладкой мускулатуры, спазм уходит, и стресс прекращается, и кислорода достаточно становится. При определенном содержании углекислого газа в крови 6-6,5% увеличивается и усвоение кислорода в тканях. Вот такая зависимость здесь двойная. Так вот, что нужно сделать? Вы стараетесь замедлить дыхание. Вот я, бывает, понервничал, я сразу совершенно расслабленно, насколько это возможно, уменьшаю дыхание. То есть даже задерживаю, полностью так задерживаю. Так вот, как хочется глубоко вдохнуть, вы вдохните не очень глубоко. И идеальным считается, если, предположим, где-то секунд 30-40 хотя бы вы можете не дышать. Ну, если вы это сделаете плавно, чуть-чуть хотите, вздохните, а потом опять. И вот тогда все мысли у вас постепенно, кстати, тоже переключатся. Тут еще психологический момент. Не на эту проблему, а на дыхание, потому что, так сказать, вы хотите глубже вдохнуть, вы себя контролируете, это не делаете. И, соответственно, постепенно, волей-неволей вы думаете об этом, ушла проблема психологическая. Так вот, и постепенно вы почувствуете, что вам легче становится дышать. Спазм ушел, то есть это нервозное состояние, когда все мышцы, жилы, как говорится, натянуты. И легче становится. То есть те, кто понимают, какие последствия лично у вас, а у людей по-разному проявляются от стресса, эти последствия будут постепенно уходить, нивелироваться. То есть быстрее, гораздо восстанавливаться вы будете. Поэтому делайте такие упражнения, простые, примитивные. И нормализуется, по крайней мере, то, что это будет профилактика инсультов и инфарктов, это точно. А ведь именно по той причине, что спазмируют мышцы, которые передавливают артерии, артериолы, и вот эти микрососуды уже не поставляют кровь, богатую кислородом, в ткани, то возникает, если это с мозгом связанная инсульт, то есть, ну, как правило, ишемические, связанные с дефицитом кислорода, либо инфаркт миокарда, именно по причине недостатка кислорода в тканях, из-за сжатости сосудов. Их надо спазм убрать. А это и есть убрать стресс. То есть тут синоним стресс и спазм. Вот такой простой метод, а он дает очень многое. Это можно сделать и другими методами. Ну, я очень рекомендую вам два видео мои посмотреть. Во-первых, гипертония, часть вторая, обязательно. И инфаркт. Там не только дело в инфаркте, не только в гипертонии. Там глобально, объясняю я вот эти причины следственной связи с теми вопросами, о которых люди, как правило, не думают. Но вы спросите, это я что вот сейчас придумал или нет. Еще академик Ланг, академик медицинской академии наук, давно объяснял врачам, писал в своих трудах, как той же валерьянкой. Но не просто когда понервничал, принял валерьянку, а там курс определенный 7 раз в день потребления, определенное количество дней убирают с вот этими натуральными седативными, а не гипотензивными, которые сейчас врачи современные назначают, убивая человека по сути. Так вот, седативными препаратами тоже убирают постепенно стрессы и спазмы. Кстати, да, те люди, кто имеют лишнюю огромную массу, тяжело и не дышать долго не могут, могут использовать эту методику академика Ланга в том числе, но в долгосрочной более перспективе, хотя и 7 минут. Но почему людям, кто понервничал, сердце прихватило, ну, у кого стенокардия, там, у кого ишемия, сразу приступ, и тяжело, и человек дышит, принял волокордин, валерьянку или там корвалол, ему легче стало. Почему? Да потому, именно потому, что спазмы прошли, сосуды расширились от этих седативных, хорошо забытых уже сейчас препаратов, и дешевых, и простых, и потому уходит стресс, потому панические атаки уходят, что сосуды опять расширяются, и кровь опять несет кислород в ткани, в первую очередь в мозг и сердце. И потому снимается неминуемая угроза гибели от инфаркта, который может случиться, если не принять эти срочные меры. Но я сказал вам метод, при котором, вот при этом простом упражнении, задержка дыхания, он даже потом понравится, знаете, войдете во вкус, потому что будете чувствовать, что вы усилием воли, своим усилием воли, изменили ситуацию. То есть вы контролируете сами ситуацию. Это очень большое дело. Пробуйте постепенно, но это уверяю вас, что это поможет. Вот такой хороший метод, совет я хотел вам сейчас, в этом коротком ролике дать. Вы, конечно, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, если вам, конечно, интересно. И кто хочет смотреть дальнейшие мои видео, обязательно, помимо подписания на канал, ставьте колокольчик, нажимайте, потому что только тогда я вижу ваши комментарии. У меня тогда отражается это под моим колокольчиком, где 1, 2, 10, 20 комментарий приходят. Иначе я вас просто не увижу. Но это, конечно, для тех, кому это интересно. Всего хорошего. До новых встреч, до новых видео. До свидания.